Третий год Республика участвует в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в конкурсе лучших программ благоустройства территории малых городов. Уже есть успешный опыт в Ядреннике, Наше, Алатаре и Мариинском посаде, на очереди город Козловка. Там хотят благоустроить набережную и городской парк. Проект представили в рамках фестиваля на даче у Лобачевского. А какой город должен быть самым красивым? Молодцы! Мы сегодня с вами сделали громадный первый шаг. Вы большие молодцы, что сегодня пришли и заложили фундамент будущего парка. Живым, притягательным, шумным и веселым таким парк помнят немногие. А ведь когда-то здесь кипела жизнь. Уникальная история делает этот город на Волге привлекательным не только для жителей, но и для гостей. Возможно, его преображение станет отправной точкой для развития внутреннего туризма. И центральный парк – это только первый шаг. Любой город на воде имеет, обладая своим каким-то шармом уникальным. И Козловка, разумеется, тоже, будучи купеческим городком, таким масштабным, интересным, со своей историей, привлек наше внимание в город. Очень интересный сама территория. Мы подходим к проектированию комплекса. Мы рассматриваем весь город в исторической ее части как единое общественное пространство, целая система. Это будет некий городок в городе. Целый комплекс для семейного отдыха. Рассчитан он в большей степени на молодежь, но комфортно в нем должно быть и людям старшего поколения. Нам очень важно, чтобы наши жители района, горожане гуляли в полностью обустроенном месте, где они могли полностью прийти сюда с семьями, с детьми, с бабушками, дедушками, с внуками, можно даже и с животными. Если завершим благоустройство нашего парка, соединим эту вещь, неплохая будет зона отдыха для наших горожан. На фестивале представили проекты и визуальные решения отдельных зон, в перспективе места для отдыха и площадки для творческого развития детей. Светлана Кириллова живет в Козловке 18 лет. Она с удовольствием приняла участие в обсуждении. Интересно тут вам? Да. Лепим сердечко, девочка, полянка и тучки. Вот это дети делали сами вертушечки. Вот такие вот. Им очень понравилось. Очумелые ручки, как говорится. Дети молодцы, довольные. Вот на них даже можно посмотреть. Ну и в целом вообще надо на самом деле, как сказать, сделать красивый парк и больше детских площадок. Потому что дети, они хотят больше играть, больше веселиться. Им надо коньки роликовые, самокаты. Парк на завод имени Молобачевского, чье имя связано с Козловкой, функционал центрального павильона внушителен. Поскольку он будет отапливаемым, работать сможет в любое время года. Там разместятся площадки для отдыха, кофейни, помещения для белопроката. Что еще пока обсуждается. По многочисленным просьбам площадку для выгула и тренировки собак разместили в северной части парка. А чтобы горожане могли прогуливаться вечерами, проектом предусмотрено оборудовать территорию системой видеонаблюдения «Безопасный город». Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Георгий Кривошейн, Республика.